Первый иностранный искатель убежища прибыл в Гватемалу из американского Техаса в рамках нового миграционного соглашения. Оно устанавливает так называемые «безопасные третьи страны», которые будут обрабатывать заявки людей, бегущих от войны насилия. Только после этого они смогут подавать документы на получение статуса беженца в США. «В случае с мужчиной из Гондураса он попросил помочь ему вернуться в его страну. После этого начали действовать международные организации, которые нас поддерживают. В этом случае из аэропорта в центр содержания его доставила международная организация по миграции. Она проведёт ему медицинский осмотр, а потом переправит в Гондурас». Программа подобна той, которую когда-то заключил Евросоюз с Турцией. Её добивался президент Дональд Трамп, чтобы сократить поток нелегальных беженцев. «Мы подписали соглашение о взаимодействии несколько месяцев назад, и теперь оно начало действовать. Мы начинаем операционную фазу со следующей недели. Ожидаются другие прибывшие». Министр внутренних дел Гватемалы отметил, что его правительство рассмотрит документы всех желающих получить статус беженца. Однако центры содержания в стране будут обеспечивать ООН и другие гуманитарные организации. Кроме того, Международная организация по миграции сообщила, что Соединённые Штаты предоставили ей 10 миллионов долларов для помощи мигрантам, которые добровольно хотят вернуться из Гватемалы в родные страны. Соглашение с Гватемалой США подписали в июле этого года.